Всем привет! Меня зовут Дмитрий, это канал компании InterTool. В этом выпуске я расскажу про автомобильный компрессор AC-303. Автомобильный компрессор AC-303 это современный, удобный и простой в применении компрессор с расширенной комплектацией. Сжатие воздуха в этом компрессоре осуществляется за счет двух поршней диаметром 30 мм каждый, что обеспечивает высокую производительность в 40 литров в минуту. А теперь рассмотрим, что ходит в комплектацию. Спиральный шланг высокого давления длиною 2,5 м. Переходничок для подключения непосредственно к клеммам аккумулятора. Игла и переходнички для накачивания резиновых лодок, матрасов, мячей или других каких-то резиновых надувных изделий. Сумка для хранения и транспортировки. Сам компрессор. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Этот компрессор удачно совместил в себе и компактный размер, и высокую производительность, позволяющую тратить минимум времени на подкачку шин. С компрессором AC303 не займет много времени и накачивание резиновой лодки или надувного матраса. Сделать это можно, воспользовавшись дополнительными переходниками. Яркий фонарь в корпусе компрессора имеет три режима работы и будет очень полезен в темное время суток. Фонарь может работать от штатной проводки автомобиля, либо двух мини-пальчиковых батареек. Трехметровый кабель питания позволит с легкостью расположить компрессор возле любого колеса. А дополнительный спиральный шланг длиной 2,5 метра сделает работу с компрессором более комфортной. Встроенный манометр позволит точно контролировать давление в шинах, а правильное давление – это залог экономичности автомобиля и долгого срока службы шин. Помимо вышеперечисленных достоинств, компрессор оснащен всем, чем должен быть оснащен хороший компрессор. Это ручка для транспортировки, антивибрационные резиновые ножки, элементы крепления кабеля и шланга, защитная текстильная облетка на шланге и низкий уровень шума при работе компрессора. Автомобильный компрессор крайне прост в применении. Все, что необходимо сделать для начала работы, это подключить кабель питания компрессора к прикуривателю, а шланг высокого давления – к ниппелю шины, и включить компрессор, нажав на кнопку управления. В случае, если нет возможности подключиться к прикуривателю автомобиля, то с помощью переходника, идущего в комплекте, можно подключиться непосредственно к клеммам аккумулятора. После достижения нужного давления, необходимо просто выключить компрессор и отключить его от источника питания и ниппеля шины. При накачивании изделий с большим объемом, необходимо помнить, что нельзя допускать перегрева компрессора и давать ему остыть в течение 10 минут после каждых 10 минут беспрерывной работы. Как и любое устройство, автомобильный компрессор нуждается в бережном отношении. После использования аккуратно сматывайте кабель питания, шланг высокого давления и держите компрессор в чистоте. Протирать его можно влажной тряпкой с мягким моющим средством. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok